Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня, безусловно, мы просто обязаны уделить больше внимания подведению итогов столь важного для всех финансовых рынков события, как оглашение итогов двухдневного заседания американского регулятора. И вы знаете, что кульминацией этих итогов стало решение о повышении ставки по федеральным фондам, как о срочных процентных ставках на 25 базисных пунктов, то есть на 0,25%, до единицы. Этому событию, этому фундаменту мы сегодня, безусловно, уделим больше времени, поскольку так нужно сделать. Ведь, возможно, то, что было сказано представителями американских монетарных властей, то, что мы сейчас уже имеем в виду, говоря о перспективах денежно-кредитной политики в США, будет определять и влиять на динамику всех инструментов, которые представлены не только на рынке Форекс. Потому что, если говорить про первоочередные порядки влияния, это, конечно же, доходность американских облигаций, которые влияют на доллар, а доллар, в свою очередь, влияет на активы и прочие, скажем, валютные инструменты других регионов. Обо всем подробнее, конкретнее. Начнем все-таки с нефти, потому что знаю, что очень многих трейдеров, опять же, заботит исключительно только этот инструмент. И те, кто делает ставку на сырье, те, кто торгует российской валютой, конечно же, уделяют им больше времени и внимания. Клоус вчерашнего дня по бренду 52 доллара за баррель, сейчас чуть выше, 52.14. Если разбирать фундаментальную картину прошлой торговой сессии, то стоит отметить прогноз Международного энергетического агентства, которые, видимо, решили поддержать, поднять немного настроение быкам, верящим в то, что этот актив еще сможет акклиматься и снова вернуться выше 55 долларов за баррель и претендовать на тестирование сопротивления 60. В чем же был вот этот бальзам для покупателей? Международное энергетическое агентство, будто бы полностью игнорируя тот новостной фонд, который сложился в последнее время, считает то, что сделка ОПЕК будет эффективна и дальше. И в случае, если страны, которые присоединились к этому энергетическому пакту, продолжат, скажем, соблюдать условия договоренностей до конца первого полугодия, соответственно, 2017 года, а может быть даже еще, говоря о конце 2017 года, это может обеспечить рост спроса при недостаточном предложении. То есть это может стать базисом для дефицита. И считается, опять же, прогнозом Министерства энергетического агентства, Международного энергетического агентства, прогноз дефицита может составить 500 тысяч баррелей. Я считаю то, что такие заявления, они действительно сродни бреду, потому что цифры, которые мы видели лично, подтвержденные со ссылкой на первые источники Саудовской Аравии, объемы добычи в других регионах, вот Россия, как один из участников, а может быть даже и один из баламутов, вот это вот спокойствие по оценке и, скажем, позиции оценки эффективности сделки. Эти регионы больше создают угрозу для того, чтобы рассчитывать, угрозу для стабильности цены на энергетическую агентуру. И я надеюсь то, что все эти аргументы, которые я приводил, особенно много по данным, собственно, последнего опроса, последнего отчета Ближневосточного картеля, очень много статистики было по Штатам. Я не буду говорить снова на каких показателях и по каким направлениям у нас исторические рекордные показатели в рамках США. Я не буду снова делать акцент про очень острое высказывание со стороны Саудовской Аравии о нежелании терпеть нахлебников. И все мы прекрасно понимаем, на какие регионы была сделана ставка. И не очень, конечно же, приятно слышать в адрес российской экономики Россия обвинение в нечистоплотности соблюдения сделки. Но, к сожалению, цифры есть цифры. Я считаю то, что они не напускны, то есть это действительная реальность. Тем более, что, собственно, отчет Министерства энергетики России, и этот отчет был подтвержден Александром Новоком, объемы добычи за последние два, можно сказать, два с половиной месяца снизились всего лишь на 160-170 тысяч баррелей. Это гораздо ниже, чем то количество нефти, которое нужно было снизить в соответствии с договоренностями. Поэтому в отношении долгосрочного позиционирования в рамках нефти, ну, конечно же, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что оно не меняется. Мы продолжаем копить вот эти аргументы. Мы держали короткие позиции тогда, когда Брэнфл тендовал на движение в районе 60 долларов за баррель. И верили, что стоит только медведем сплотиться, снижение будет серьезным, значительным. И вот за три короткие сессии, за очень непроложительный период прошлой недели, мы видели оба практически на 10%. Ну, конечно же, сейчас логично делать ставку на возможность локального технического отката, тем более, если быки будут получать хоть какие-то позитивные моменты, которые стоит отторговать, дисконтировать в рост стоимости инструмента. Какие это моменты? Ну, вот, к примеру, слабый доллар, который был очевиден вчера по динамике активов рынка Форекс. Снижение доллара – это поддержка для цен на сырьевые товары, к которым относится нефть. Второй момент – вот этот отчет Международного аналитического агентства. Третий – статистика по запасам нефти. Так же, как и по данным Американского института нефти, вчера статистика указала на снижение запасов, но на очень символичную цифру по сравнению с ростом, который мы наблюдали 9 недель подряд. Очень затяжной тренд. И в прошлый раз, в прошлую среду, рост запасов был, по-моему, на 8,6 миллионов баррелей. Это позволило довести показатель по общим данным запасов до исторического максимума, до максимума со времен накопления статистики с 1982 года. И сейчас вот это скромное снижение запасов на минус 0,23 – это, конечно же, ерунда. Не ломает тренд, который сложился. И я думаю, что при сохранении прежних показателей импорта мы уже на следующей неделе снова вернемся к статистике со знаком «плюс». Снова вернемся к разговорам об эффективности сделки ОПЕК. Точнее, нас уже даже не волнует вопрос, эффективна ли сделка или нет. Не интересует, потому что ответ мы уже получили. Эта сделка неэффективна. Вопрос один, который сейчас стоит просто, скажем, у основания, у истоков. Будут ли регионы и дальше соблюдать условия этой сделки? И не планируют ли они каким-то чудом, при том, что сейчас наблюдается, продлевать действия этого соглашения до конца 2017 года? Ну, ответы здесь, наверное, напрашиваются самим собой. В первом случае, скорее всего, не будут. Во втором вопросе тоже не будут, поскольку мы снова говорим про экспансию штатов и понимаем то, что для отдельных регионов ОПЕК это очень болезненная тема. Потеря собственных позиций и невозможность достигнуть те цели, которые они поставили. И цели, ради которых они отказались от дополнительного дохода, от прежних объемов добычи. Цели это восстановление баланса. Баланс не восстановлен. Я, как и раньше, снова призываю вас говорить о сохранении. Проблема переднасечения, которая не будет решена. Рубль 58.44. Пока нефть все-таки взяла локальную паузу перед еще большим снижением. В первом случае, покупатели и российского валютного актива используют текущую динамику для того, чтобы немножечко откатиться от тех минимальных значений, которые были показаны по рублю. Но это, опять же, вопрос ближайшего времени. Точнее, вопрос дальнейшей девальвации. Это тренд ближайшего времени. Потому что нефть непременно окажется ниже 50 долларов за баррель. Но и в этот момент нужно, конечно же, быть готовым поднимать рубль против доллара с текущих значений. Хотя это нужно было сделать уже давно. Я надеюсь, что вы в длинных сделках. И так же, как я, претендуете на закрепление этой пары выше 60. Теперь давайте перейдем к ФРС. К решению уделим больше внимания этому событию. Как вы знаете, ставку по федеральным фондам, я уже отметил, подняли. На 25 базисных пунктов все в соответствии с ожиданиями. ФРС решил не, опять же, будоражить площадки, не провоцировать ненужную волатильность, панику. И действовал в соответствии с ожиданиями. До выхода решения по ставке, оглашения по решению. Вниманию трейдеров было представлено несколько отчетов по инфляции. В США инфляция выросла на 0,1%. В месячном выражении базовый индекс потребительских цен более динамичный рост 0,2%. В годовом выражении плюс 2,7%. Это максимальные значения с марта 2012 года. Я не просто так сейчас обратил ваше внимание на статистику по инфляции, потому что хочу завязать на ней определенную идею, которую сейчас попробую донести. Помимо инфляции были еще роничные продажи. Здесь также рост, но скромнее, чем в прошлый раз. Ну, целых 1,1%. Но все равно мы видим то, что в целом тренд роста потребительской активности, он сохраняется. И очень хорошее заведомо формирует основание для будущих показателей ВВП. Что касается теперь самой ставки. Почему ФРС ее поднял? Ну, как я уже отметил, то, что ФРС, скорее всего, может быть, решил действовать в соответствии с ожиданиями. Хотя, честно говоря, ФРС никогда не отталкивался и не ориентировался на рыночные настроения. Вот на что американскому регулятору было плевать всегда, так это на позиционирование, которое формируется на рынке. Это правильная на самом деле позиция, потому что регулятор должен действовать, исходя из потребностей региона, за который он отвечает. И поэтому я хочу отметить то, что решение об ужесточении монетарной политики, это решение, которое было принято на основании чисто прагматичного подхода. То есть, макроэкономическая картина, конъюнктура, статистические показатели улучшаются. Американская экономика готова к тому, чтобы справиться с повышением процентной ставки. Значит, к чему уже откладывать это решение, зачем тянуть резину? ФРС поднял процентную ставку. Вы помните, что накануне я обращал ваше внимание также на рыночные настроения, которые присутствуют в отношении дальнейших темпов повышения процентной ставки. Вот в 2016 году мы с вами ориентировались на три повышения ставки, однако с трудом дождались только одного. Хотя большая часть трейдеров, опять же, изначально недооценивали решительность американского регулятора и были правы. Но сейчас этого делать не стоит, потому что картина за последнее время ситуации радикальным образом изменилась. И вот тот базис и причина изменения в целом фундаментальной картины – это рост инфляции, который сейчас, на мой взгляд, совершенно очевиден. Вот напоминаю еще раз, в годовом выражении по штатам инфляция выросла на 2,7%, максимальное значение с 2012 года. Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли ФРС дальше повышать процентные ставки, конечно же, будет, потому что рост инфляции и выход этого показателя за пределы контролируемой зоны, может быть, чреват, соответственно, снижением показателей потребительской активности, чреват понижательным давлением на динамику роста зарплатных плат, ну и, как следствие, из всего этого вытекают показатели ВВП, тоже более скромные. Чтобы контролировать эту ситуацию, траектория повышения процентных ставок должна быть более кривой. Поэтому американский регулятор будет дальше повышать ставки по фундамент, разгонять, ужесточать монетарную политику. И это настоящий тренд всего 2017 года. После того, как вышло решение по ставке, сопроводительное заявление тут же последовало, на мой взгляд, оно не было ничем интересно, поскольку мы, по сути, получили те же самые формулировки, что и раньше. То, что краткосрочные риски для американской экономики сбалансированы, то, что ситуация на рынке труда улучшается, то, что рынок труда уже близок к максимальной занятости, доля экономически активного населения растет. Но это такие шаблонные фразы, клише, вот как у Драги есть свои излюбленные формулировки, так и вот у представителя американского регулятора. Все без изменений. Спустя полчаса после ставки выступила Джанет Йеллен. И она еще раз обратила внимание трейдеров на то, что американские регуляторы сейчас очень, скажем, внимательны к показателю инфляции. И, опять же, рассуждая на тему текущих значений, Джанет Йеллен сослалась на то, что основная причина роста инфляции – это не здоровый потребительский спрос, который в идеале бы и нужен, а восстановление цен на энергоносители. И, наверное, самая важная формулировка, которая была сделана Джанет Йеллен, то, что три повышения процентной ставки, ну, уже можно говорить то, что после вчерашнего два повышения процентной ставки соответствуют постепенности. До этого, две недели назад, Джанет Йеллен отметила то, что повышение ставки является уместным, оно будет постепенным. И в этот раз она сделала акцент на то, что до конца этого года мы непременно увидим еще два повышения ставки. И это не будет разниться с планами американского регулятора. А теперь давайте разберем ситуацию именно по динамике. Ну, разве то, что мы услышали от представителей ФРС, от Джанет Йеллен, разве те выводы, которые мы смогли оправдно сделать после повышения процентной ставки, не настраивают на рост американца? Ну, ответ, конечно же, наверное, настраивают. Но мы можем гадать, предполагать и прогнозировать сколько угодно. Рынок есть рынок. И то, что мы вчера наблюдали, это на рост совершенно не похоже. Доллар обвалился, ну и прежде всего, конечно же, доллар отреагировал не на то, что сказала Джанет Йеллен, не на ставку и так далее, не на сопроводительные заявления. Доллар отреагировал на обвал американского рынка облигаций. Десятилетние трежерис просили на практически 10 базисных пунктов, отойдя от отметки 2,6 до 2,5%. Двухлетки вообще, по-моему, до минимума за последние 4 года. Тридцатилетние бумаги также просили. И вопрос, почему же это произошло? Неужели позиция, хотя, знаете, отвечая на вопрос, почему это случилось, вот, опять же, беседовал со своими коллегами. И я думаю, что вы, кто копал уже фундамент, анализировали новость еще до этого брифинга, могли наверняка заметить в формулировке о том, что позиция ФРС была недостаточно жесткой. Риторика недостаточно жесткая по перспективам денежно-кредитной политики. И не была обозначена агрессия, опять же, по решениям дальнейшего повышения процентной ставки. Вопрос тут же, который хочется задать. Если, опять же, сам факт того, что ФРС поднял процентную ставку и сказал, что до конца этого года ставки будут подняты снова, разве это не подтверждение жесткой риторики? И если нет, то на что тогда рассчитывали те, кто считает, что именно отсутствие жесткости в риторике стало причиной слабости? На 10% повышение процентной ставки до конца этого года? Либо, может быть, сейчас ожидали ставку, рост не на 0,25%, а на 0,5%. Ну, это тоже бред. Я считаю, что такая идея, она сейчас несостоятельна, потому что позиция американского регулятора, она была жесткой. И то, что мы услышали, тоже было довольно жестким. Я бы даже обратил ваше внимание еще на несколько дополнений, которые были сделаны, опять же, Джанет Ерин. В частности, если в прошлый раз, когда мы анализировали риторику ФРС, была формулировка, то, что инфляция ниже цели в 2%, а сейчас формулировка следующая, то, что инфляция ближе к целевому значению. Что касается экономического восстановления, вся та инфраструктура макроэкономическая, которая создана, раньше была формулировка, то, что восстановление будет только постепенным, то сейчас эта картина, опять же, статистика, прогресс на рынке труда, рынке недвижимости, хорошие показатели активности в производстве в сфере услуг говорят о том, что экономика будет развиваться более динамичными темпами. Это действительно формулировки. И прогноз, пересмотренный по экономическому восстановлению, на 2017 год все оставили без изменений, 2,1%, как и ожидалось раньше, а вот на 2018 год уже показатели ВВП, представители ФРС, планируют будут выше. С 2% они могут подняться до 2,1%. Резюмируя все, что мы сейчас сказали, если и цепляться, опять же, за какой-то фундамент и то, что мы услышали, если и пытаться объяснить, почему же доллар просел, но это только если этот фундамент просто выворачивать и пытаться найти негатив там, где его нет. Но, возможно, скажем, подтянута за уши такая теория, если Джанет Йеллен сделал акцию на то, что единственная причина роста инфляции – это цены на энергоносители, то есть она допускает возможность, что в случае возобновления корректировки цен на нефть, инфляция также вернется к прежним значениям, утратит импульс для восстановления, а без роста инфляции может затормозиться политика и решительность ФРС по дальнейшему повышению процентных ставок. Но не знаем, насколько эта идея состоятельна. Поэтому фундаментально американец как имел массу возможностей для роста, так он, в принципе, их и сохраняет. Не думаю, что вчерашним заседанием американского регулятора можно оправдать тот провал, который случился. Но я также предпочитаю сейчас быть реалистом. Я проанализировал в экспресс-порядке, скажем, реакцию рынка на такие события, опять же, на риторику ФРС, на неоправданные ожидания. Если мы видим такое серьезное ослабление, то оно очень быстро с рынка не уходит. И я допускаю то, что, опять же, в формате резонанса на вчерашнее заседание ФРС мы можем увидеть еще большее снижение пары доллар-японской иены и возвращение снова к нижней границе коридора. Если вы посмотрите на дневках, вы его обнаружите. То есть это коридор, который держится с января месяца. Это примерно планка 111 с небольшим, 112. Поэтому для тех, кто хочет краткосрочно поторговать и предпочитает не залазить в долгосрочные сделки, я бы рекомендовал сейчас поставить на оснижение. Для тех, кто уже стоит в долгосрочных покупках и вам, в принципе, не болезненно увидеть еще просадку на фигуру, не нужно ни в коем случае разворачиваться. После проторговки в этом диапазоне, я уверен, рынок сам найдет достаточно поводов и аргументов, чтобы объяснить потенциал дальнейшего роста доллара. И, соответственно, спустя какое-то время, ну, может быть, не до конца этой недели, может быть, даже не на следующей, мы снова будем возвращаться и даже краткосрочно к покупкам этого актива. Евро против доллара. Здесь политическая тема партии свободы, собственно, радикалов, о которых мы вчера говорили, набрала 19 мест в парламенте, либеральная партия 31 место, ну, то есть выше. Поэтому репетиция вот этой идеи популизма антиевропейских настроений, она прошла, прошла довольно-таки успешно. Значит, то, что очень мало радикально мыслящих людей среди электората. То есть, по идее, это позитив для европейской валюты. Но впереди у нас все-таки более интересные выборы во Франции. Я пока от вообще такого подхода, как политические риски, предпочел бы не отказываться. Ну и по евро, опять же, после вчерашнего решения по ФРС, нужно помнить про вот эти ключевые системные факторы, почему евро, по идее, должно быть слабее, гораздо слабее даже текущих значений. Это и расхождение монетарных политик, и по-прежнему очень высокий спред доходности. Это помимо еще и статистики. Фунт сегодня ориентируется на, скажем, дату суперчетверга. Сегодня очень много отчеток 15.00. Я рекомендую обратить внимание больше на прогнозы по инфляции, потому что стоит только эти прогнозы снова вырасти, как трейдеры снова вспомнят о первопричинах низких значений потребительской активности. Я надеюсь, что фунт с текущих высоких значений, примерно 1.23, сейчас фунт, кстати, торгуется на отметке 1.22, примерно 70, может начать корректироваться. Ну и что касается других инструментов, Новозеландец, вы помните данные по ВВП, сегодня, точнее, вчера вечером, ближе даже к ночи, по московскому времени вышли. Сегодня мы видим, как эта статистика уже влияет на настроение трейдеров. Новозеландец снижается, потому что отчеты по ВВП, мягко говоря, провальные. Сейчас не буду забивать вам голову статистику, вы можете сами посмотреть. Основная причина спада как квартального, так и годового показателя, как мы с вами предполагали, это последний провал молочного аукциона. Снижение цен на молочную продукцию привел к замедлению показателей активности в сельском хозяйстве. Это уже потенциально влияет на активность в производственном секторе и на показателях экспорта. В общем, такая логичная цепочка. И австралиец против доллара сегодня снижается на провальных данных по рынку труда. И важно отметить то, что данные оказались настолько плохими, что на рынке снова заговорили о том, не может ли Резервный банк Австралии в ближайшее время и вернуться к разговорам о еще одном снижении процентной ставки. Очень люблю эту тему, потому что для австралийца это основной риск. Хотелось бы, чтобы в эту тему поверили больше трейдеров, потому что мы надеемся увидеть австралийцы против доллара ниже отметки 0.75. Из важных отчетов сегодня ждем. В 13.00 данные по инфляции базовый показатель индекса потребительских цен по еврозоне. Завтра мы поговорим об этом релизе. В 15.00 целый блок статистики по Англии, голосование, ставка, объем выкупа, прогнозы. В 15.30 заявки на пособие по безработице. Тоже поговорим о них завтра. Кодовое слово на сегодня. ФРС, величина бонуса 15%. И действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Немножко мы затянули, но я думаю, что вы меня извините, потому что событие уж очень серьезное было вчера, поэтому мы уделили ему больше времени и внимания. Надеюсь, что та информация, которую я постарался до вас донести, хотя бы отчасти будет полезна для расширения кругозора. Понимаю то, что у каждого из вас есть собственное видение рынка. Я ни в коем случае не принижаю его значимость. Знаю то, что многие даже гораздо более прогрессирующими мыслящими являются трейдерами. И мне всегда приятно знакомиться с вами лично на конференциях. Мне всегда приятно общаться с вами, пусть и в формате переписок на форумах. Это говорит о том, что наш трейдерский круг постоянно расширяется. И я надеюсь, что все эти видеообзоры, которые мы проводим в рамках аналитического нашего департамента, они представляют интерес. Не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал, оставлять, собственно, комментарии там. Ну и большие пальцы кверху, потому что это самый главный мотиватор на то, что нужно продолжать действовать в этом направлении для нас, как для спикеров. Ну и, соответственно, развивать вообще тенденцию добавления видеоконтента. Спасибо вам, друзья, на этом. Удачной вам торговой сессии. Сегодня, уверен, будем продолжим резонировать от динамики вчерашних событий. И, как я уже отметил, скорее всего, до конца этой недели все-таки нужно будет смириться с тем, что доллар еще сильнее просядет. На этом все. Всего доброго. До свидания.